Сейчас мы с вами вяжем образец достаточно кропотливый, но интересный, основанным на простых пересадках. Обычная коса пересажена через одну углу. То есть вы видите, у меня все иглы стоят в работе через одну. Это очень рыхлое ажурное вязание. И я просто меняю местами петли в определенном порядке каждый раз. У меня между петельками, которые я меняю местами, 5 пробелов. Вы можете ставить любое количество петель между прямыми участками, которые у вас пойдут. У меня здесь 5 петель. Смотрю, работала вот эта игла, беру соседнюю. И меняю их местами. Причем меняю местами обязательно в одном направлении. То есть, если я начала менять вот так вот, сначала правую, потом левую, то я так делаю весь рисунок. Здесь у меня работала вот эта игла, меняю их местами в том же порядке. Сначала правую, потом левую. через одну иглу их вот так вот выставляю. Причем, смотрите, провязываю один ряд, следующая пара у меня будет уже вот эти иглы. То есть, я делаю один шаг, шаг на одну иглу. Не на две иглы, а на одну. То есть, вот эта у меня игла работала, она же будет работать и в следующий раз. Провязываю один ряд. Рисунок кропотливый. И вязать так целое изделие невозможно. Это только как отделочка какая-то может идти. Один ряд. Так, вот эта пара, вот эта пара, у меня работала в прошлый раз. Видите, две иглы. Я одну иглу убираю, беру следующую. Будут работать две вот эти вот иголочки. То есть, одна игла, видите, она у меня сильно вытягивается в петлях. Потому что она мало того, что работала в прошлый раз, она опять работает в этот раз. Она очень сильно тянется. Поэтому вязание только очень рыхлое может быть. Через иглу, да каждый ряд, если мы переносим, делаем перенос, очень-очень тяжко это все делается. Поэтому рыхлое вязание свободное. Один ряд. Ну, видите, вязание такое, именно как отделочка. То есть, вязать так целиком, я не знаю, может, не знаю, что можно. Тяжелое-тяжелое вязание, но оно красиво именно как отделка. Можно пустить по карманам, по городу, отделать так какую-то часть полочки. Но не целиком изделие. Это очень кропотливо и, мне кажется, очень рыхло получается. Вот эти две. Можно попробовать вязать таким вот способом прямое полотно. То есть, не через иглу, как у нас тут стоит. Сейчас я показываю, как это выглядит через иглу. В идеале, как это должно быть. Но, поскольку все образцы подлежат корректировке, можно сделать то же самое на прямом полотне. Вот сейчас я провяжу немножко еще, чтобы было что вам показать, как это выглядит, эти поперечные идущие. Видите, идут просто поперечные линии. Очень интересно. И попробуем то же самое сделать на прямом полотне, без дорожек, в заднем нерабочем положении. Тоже должно быть интересно. Видите, если я вяжу прямым полотном, не через иглу, получается тот же эффект одной уходящей петли. Если вы хотите более рельефный рисунок, можно делать косички двойные. То есть, двойным, даже тройным деккером, трехугольным. Будет еще более рельефное. То есть, не одна петелька будет у нас в сторону уходить, а две. Будет еще более интересный рисунок. Принцип работы один. Что через одну иглу, что в прямом полотном каждую, когда мы вяжем углу, пустить дорожку поперечных петель. Двухугольным, трехугольным, трехугольным не получится, потому что слишком большая натяжка. Двухугольный, в общем-то, вполне пока справляется. Главное это делать через ряд. И у нас получится двойной, две петельки уходящих поперек вязания. Тоже очень интересный эффект. Что из петельки? И у нас получится. И у нас получится. И у нас получится. Что из петельки?